Сахалинская областная универсальная научная библиотека Ставшая неотъемлемой частью японской культуры Ханами обычно длится недолго, чуть больше недели Но благодаря разнице в климате между северными и южными префектурами В целом жители страны восходящего солнца могут любоваться цветением более двух месяцев Самое знаменитое ханами – это любование сакурой Вишней мелкопильчатой, видов которой в Японии очень много С начала марта и до конца мая по всей стране распускаются прекрасные лепестки сакуры От белого до темно-пурпурного Традиция ханами возникла при императорском дворе Особенное распространение она получила в эпоху Хэян Когда знать могла себе позволить путешествовать по стране, чтобы непрерывно наслаждаться цветением А в период Эду традиция любования цветами сакуры распространилась повсеместно Прочно войдя в национальную культуру В умах и чувствах аристократов прекрасное, но непродолжительное цветение сакуры было символом быстротечности жизни И в этом они умели находить эстетическое наслаждение Мононоаваре – печальное очарование вещей Особое понятие культуры Японии, которым проникнуты живопись и литература В японских летописях Кокинвакасю изложена одна из легенд, ставшая, возможно, одним из источников ханами Легенда о сакуре Когда спустившимся с высоких небес на острова Японии богу Ниниги были предложены на выбор две дочери бога гор Он выбрал младшую сестру по имени Коно Хано Сакуя Химе, что в переводе «цветущее» А старшую Иванага Химе, высокая скала, отослал отцу, поскольку он счел ее безобразно Тогда отец разгневался и поведал о своем первоначальном замысле Если бы Ниниги выбрал себе в супруге Иванага Химе, жизнь потомков Ниниги была бы вечной и прочной, подобно горам и камням Но Ниниги совершил неправильный выбор, и потому жизнь его потомков, то есть всех японцев, начиная от самих императоров и кончая простолюдинами, будет бурно прекрасной, но недолговечной, как весеннее цветение Ханами отражает особенности понимания прекрасного жителями страны восходящего солнца Кажущаяся практическая бесполезность сакуры, не дающая никаких съедобных плодов, тоже имеет важное значение для особенного чувства к ней Так как ее красота для ощущения жизни важнее прочих приходящих вещей и понятий В период цветения сакуры все японцы много времени проводят на улице, любуют с цветущими деревьями и фотографируя в попытке запечатлеть их недолговечную красоту Даже офисные работники вместе со своими руководителями выходят в эти дни из офисов, чтобы провести время в свежем воздухе Люди запасаются ковриками, закусками, напитками и направляются в парки, чтобы насладиться цветущей сакурой и провести время в компании друзей и близких Среди закусок наиболее популярны рисовые колобки о нигири и шарики из рисовой муки данго, среди напитков саке О начале ханами сообщают по телевизору, пишут в газетах и журналах, подробно рассказывая, в какой местности цветение сакуры подходит к концу А в какой только начинается, и о количестве деревьев в том или ином парке О цветении сакуры пишет в своей книге «Ветка сакуры» Всеволодовчинников Жизнь в Японии не стоит на месте Но и в стране, где высокими технологиями насыщены все сферы жизни человека, наступает время, когда японцы на них останавливаются Замирают, чтобы насладиться потрясающим по красоте зрелищем цветением сакуры В парках и скверах с началом цветения сакуры устанавливают палатки, продающие разнообразную синеть и напитки, игрушки для детей В эти дни повсеместно и в выходные, и в будни в парке приходит множество желающих провести небольшой пикник под цветущими деревьями Накануне выходных места, откуда открывается красивый вид, часто занимают еще с ночи, растилая под облюбованным деревом пластиковые коврики Сакурой можно любоваться не только днем, но и ночью Для этого муниципалитеты стараются заранее установить подсветку под деревья, оттеняющую нежный цвет сакуры В парках и садах под деревьями устанавливают маленькие фонарики под названием «райтаппу», которые освещают их снизу А также высокие фонари из рисовой бумаги ващи, свет от которых мягко падает на цветы Ночное ханами называется йодзакура В этом году из-за теплой весны в Токио было отмечено самое раннее за все время наблюдений начало цветения сакуры Но из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции в стране было решено отказаться от массовых любований, чтобы не спровоцировать рост заражений История сакуры на Сахалине также связана с Японией В начале 20 века японские резиденции на Хансю, Хоккайдо и Сахалине давали возможность японской знаки И самому императору совершать своеобразное паломничество с юга страны на север, чтобы неоднократно любоваться цветением сакуры Праздник цветения сакуры в довоенной Японии заканчивался на западном побережье Сахалина в современном Хомском районе, где был посажен специальный императорский сад В Карафуто, как и в других колониях, японцы старались активно сажать деревья сакуры Таким образом, на Сахалине сохранились хорошо акклиматизированные деревья местной разновидности В самом Южно-Сахалинске имеется несколько мест, где все желающие могут понаблюдать за цветением сакуры К ним относятся территория областного кровеческого музея, участок близ бывшего банка Сахалин-Вест на проспекте Победы Здесь растут деревья сахалинской и курильской разновидности Кроме этого, саженцами сакуры, привезенной из Японии в 2006 году, высажены целые аллеи в городском парке имени Юрия Гагарина Сакура также есть у памятника Антона Павла Чечехова напротив Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Сроки цветения ее на Дальнем Востоке могут сильно варьироваться от года к году В холодную весну она зацветает в конце мая Если же весна выдалась теплой, то это происходит в начале или середине месяца Есть несколько интересных фактов о цветущей сакуре в Японии Например, цветы сакуры считаются несъедобными, зато ее листья пригодны в пищу Японцы их солят, маринуют, а также заворачивают в них вагащий, национальный десерт Во время цветения сакуры каждый должен попробовать вагащий в листьях сакуры Хоть и вкус у этих сладостей, мягко сказать, специфический Самая старая сакура растет в городе Хокуто Это дерево даже стало символом страны Специалисты считают, что сакуре века богов около двух тысяч лет Она носит звание национального памятника природы Под цветущими деревьями принято пить сакэ Считается, что если пыльца цветка падает в чашку, такой напиток придает человеку силы и здоровье Многие средневековые поэты были восхищены красотой сакуры и в своем творчестве часто обращались к этой теме В пору цветения вишни сродни облакам Не потому ли стала просторней душа, словно весеннее небо Чужих между нами нет, мы все друг другу братья, под сакурой в цвету Один за другим опадают лепестки махровой сакуры, порхая на ветру В горах Йосино долго-долго блуждал я за облаком след Цветы весенние вишен я видел в сердце моем Вишни у водопада, тому, кто доброе любит вино, снесу я в подарок ветку Вешним днем, когда безмятежно лучится извечный свет В вишни в сердечной тревоге свои лепестки роняют Субтитры создавал DimaTorzok